Всем привет, ребята! Меня зовут Богатейший Ди и добро пожаловать в новое видео. На рынке недвижимости все чаще появляются тревожные звоночки, поэтому сегодня мы собираемся углубленно изучить историю данного рынка, а также попытаемся понять, является ли эта ситуация новой потенциальной катастрофой в списке 2022 года. Ты точно не захочешь пропустить это видео, потому что оно про корреляцию, которую, как я заметил, очень немногие люди сегодня обсуждают. Но реальность такова, что недвижимость находилась в растущем пузыре на протяжении большей части существования криптовалюты, особенно в ее самых параболических последних циклах. Поэтому сегодня мы собираемся изучить возможность величайшего краха недвижимости нашего поколения и то, как это может повлиять на наши драгоценные акции и криптовалюты. Но прежде чем мы начнем, хочу поблагодарить каждого из вас, кто смотрит мои видео, ставит лайки, дизлайки и комментарии. Активность, как для продолжительного и изнуряющего медвежьего рынка, просто феноменальная. И меня это очень сильно заводит. Сначала давай разберемся с некоторыми цифрами. Как ты можешь видеть здесь, недвижимость – это самый большой класс активов в мире. Технически самый большой класс активов в мире – это деривативы. Но деривативы – просто фальшивые несуществующие активы, созданные финансовыми элитами, чтобы сбивать людей с толку и в то же время каким-либо образом красть их деньги. Но не в этом дело. Дело в том, что кроме деривативов, которые являются продуктами, основанными на других активах, самым большим рынком активов в мире является именно рынок недвижимости. Как ты можешь увидеть здесь, у нас есть акции на 109 триллионов долларов, долговые ценные бумаги на 123 триллиона долларов, глобальный долг на 84 триллиона долларов, золото на 12 триллионов, коммерческая недвижимость на 32 триллиона, сельскохозяйственная недвижимость на 35 триллионов и так далее. Если собрать все виды недвижимости вместе, то мы получим очень много триллионов долларов, которые находятся на этом рынке. Суть в том, что недвижимость существует в виде коммерческой, сельскохозяйственной и жилой. И почти половина мировых активов находится в этих трех активах. Это означает, что все, что происходит на рынке недвижимости, так или иначе отражается на всех остальных активах. Так что не стоит путать одно с другим, как будто что-то находится в изоляции от другого. Нет, все связано. Акции резко упали в то время, когда недвижимость еще даже не начинала свое падение. Знай, когда недвижимость падает, это влечет за собой серьезные последствия. Реальность в том, что пузыри на рынке недвижимости имеют тенденцию больше соответствовать местной географии, а не целым нациям, например, какому-нибудь большому городу. Пузыри, возможно, будут во Франкфурте, Торонто, Гонконге, Мюнхене, Цюрихе и так далее. Если говорить про Соединенные Штаты, то это, наверное, Лос-Анджелес, Майами, Бостон, Сан-Франциско, как мы видим на этой инфографике. Дело в том, что пузыри на рынке недвижимости появляются по всему миру, поэтому я предлагаю более подробно рассмотреть, что вообще происходит, и попробовать понять, какие системные риски могут быть с этим связаны на примере двух стран – Китая и США, где и находятся самые крупные рынки недвижимости. Вот эта диаграмма меня зацепила, потому что, как ты можешь видеть здесь, когда мы отказались от золотого стандарта в 1971 году, стоимость домов начала увеличиваться значительно и практически экспоненциально, особенно по сравнению с доходами средней семьи, которые даже начали падать. Мы видим, что стоимость домов становится параболической, и это вызывает у меня вопрос – дома – это новое золото? Недвижимость как будто бы вытеснила золото в 1971 году. Реальность в том, что с тех пор, как мы отказались от золотого стандарта, рост стоимости жилья стал до невозможности сумасшедшим. Имея это в виду, когда мы будем сравнивать такие вещи, как криптовалюта и недвижимость с золотом. Еще раз, тезис здесь не в том, что недвижимость – это новое золото. Я просто говорю, что действительно важно понять, насколько драматичным было повышение цен, когда золотой стандарт отменили. Важно отметить, что из всех стран мира самым большим рынком недвижимости на сегодня владеет именно рынок Китая. Китай также переживает резкий крах своего рынка недвижимости. Вообще в Китае есть какой-то культурный, что ли, обычай коллекционировать недвижимость – более одного объекта недвижимости на семью. Так было раньше. А произошло это из-за того, что в последние десятилетия у людей не было такого большого доверия к их фондовому рынку или рынку ценных бумаг. Поэтому они были более склонны инвестировать именно в недвижимость. И поэтому рынок недвижимости сейчас – это самый главный рынок в Китае. И любые его изменения влияют на всех значительно больше, чем даже фондовый рынок. Также важно понимать, что Китай сейчас переживает катастрофу, связанную с недвижимостью. Ты наверняка слышал про Evergrande. Дело в том, что главный конгломерат недвижимости с его рекордными долгами стали одной из самых больших проблем, угрожающей всей китайской экономике. То есть они даже частные самолеты компании продавали, чтобы выплачивать свои долги. Но это, конечно же, не помогло. Китайская экономика настолько переплетена с глобальной, что появилась даже поговорка «Когда Китай чихает, остальной мир болеет». То же самое говорят и про США, кстати. Но важно понимать, что то, что происходит с китайским рынком недвижимости, во многих отношениях является опережающим индикатором. Китай лидирует в мире по разным направлениям. Сначала у них у первых объявился ковид, а теперь они первыми подходят к краху пузыря недвижимости. И хотя они говорят, что все более или менее ограничено именно китайским рынком недвижимости, мы сейчас уже можем увидеть признаки черного лебедя для всего мира. Сейчас я покажу тебе несколько таких признаков. Четыре графика я тебе покажу, которые рассказывают нам не только то, насколько серьезен кризис китайского рынка недвижимости, но и то, как все становится хуже. Ты можешь видеть, что ипотека на жилье здесь выделена черным цветом, а кредиты китайских застройщиков красным. И они исчисляются триллионами юаней. Китайские банки тесно переплетены с сектором недвижимости, поэтому любой крах в китайском секторе недвижимости может означать большие проблемы для банков. Как и крах в банковской системе будет означать большие проблемы для недвижимости. Я думаю, что ты видел видео китайских протестующих, которые штурмуют банки, которые всего несколько недель назад заморозили их депозиты. Это тоже может привести к большим последствиям. Но кроме этого есть еще одна опасность для банковской системы Китая, которую мало кто замечает сейчас. Как ты можешь видеть на этой диаграмме, у Китая есть два крупных банка, которые превысили нормативный предел процентной доли ипотеки в своих кредитах. Это означает, что они чрезмерно подвержены влиянию рынка недвижимости. И что если на этом рынке произойдет крах, в банках могут начаться серьезные проблемы, если не сразу коллапс. Мы также видим, что отношение долга Китая к его ВВП поднимается до рекордно высокого уровня в этом году, что означает, что они сидят на невероятном количестве долга, а его переизбыток приходится именно на рынок недвижимости. И наконец, на этом графике ты можешь увидеть, что спад на внутреннем рынке углубляется, поскольку инвестиции в недвижимость и продажи домов находятся в отрицательном процентном росте за последние месяцы. В том числе, кстати говоря, из-за ипотечных протестов. Люди просто-напросто перестали платить. Это ужасный набор фактов для крупнейшего в мире рынка недвижимости и одной из самых величайших финансовых сверхдержав в мире, второй экономики мира. Но это не только проблема Китая. Они не единственные, кто испытывает проблемы с рынком недвижимости. Китай просто лидер, и поэтому их крах недвижимости немного опережает остальные. В США мы тоже видим множество предупредительных сигналов. Мы все можем признать, что цены на жилье в США в последние десятилетия тоже находились в состоянии растущего пузыря. Теперь, наконец, мы начинаем видеть, как он дает трещины. Средняя цена дома упала на 12% за два месяца, что является самой большой просадкой в истории США. Спрос на ипотеку находится на самом низком уровне за последние 22 года. Предложение на жилье выросло впервые с 2019 года. Продажи жилья упали на 16% с июня. 15% от всех продаж не состоялись в июне. Согласно этому твиту, кажется, что пузырь рынка недвижимости в США заканчивается. Как ты можешь видеть на этом графике, количество домов, на которые снижаются цены, выросло до самого высокого уровня за последние 7 лет. Люди снижают цены как сумасшедшие. Спрос падает ниже нуля, а предложение наоборот растет. Все это крайне тревожные сигналы. И я хочу показать тебе вот этот график, который демонстрирует среднее изменение цен на новые семейные дома в США. Цена новых домов на одну семью сейчас упала на 11,9%. И это самый большой обвал за последние 42 года. Это одно из самых больших падений цен в истории домов в США. Конечно, перед этим мы видели вот этот скачок, который являлся одним из самых больших повышений цен на дома в истории. Это результат постоянного роста на протяжении всей пандемии ковида. Печатание денег, которые привели цены на жилье в невероятно неустойчивую позицию сейчас. Также объемы продаж или же показатель общих продаж новых домов падает на 43% по сравнению с пиком. Это один из крупнейших провалов за 40 лет. Реальность такова, что да, криптовалюта, жилье, ипотеки, недвижимость, акции – это все разные рынки. Но помни, что когда с жильем случаются проблемы, это влияет абсолютно на все. Жилье буквально влияет на богатство большинства людей во всем мире. И, конечно же, влияет на потребительские расходы и желание потребителей брать на себя риски в таких секторах, как криптовалюта. Иными словами, определяет их желание инвестировать в рискованные активы, такие как биткоин. Есть еще три шага на пути к слабому рынку жилья. Ипотека становится финансово неподъемной для людей, но люди говорят, что это не имеет значения. Рынок здоров, есть спрос, но недостаточно предложений и так далее. Именно поэтому ипотека дорожает. Второй этап – объем продаж падает, а предложение жилья, наоборот, растет. Реакция людей – это временно. И третий этап – снижение минимальных цен, а затем и пиковых цен на недвижимость. Судя по графикам, которые мы только что с тобой рассмотрели, мы уже находимся на втором этапе. Когда объем продаж падает, а предложение растет. А что же политики и власти? Они не хотят вызывать панику, потому что множество людей вложили чуть ли не все свои сбережения капитала именно в недвижимость. Поэтому называть это жилищным коллапсом, крахом недвижимости или любой другой комбинацией слов, которые вызывают панику, они точно не хотят. Поэтому жилищный коллапс они называют, например, спадом на рынке жилья. Неважно, как ты это называешь. Суть в том, что спрос падает повсюду. Мы повторяем 2008 год. Генеральный директор Национальной ассоциации домостроителей США считает, что мы уже находимся в рецессии на рынке жилья. И этот график показывает, что процентное изменение ежемесячного предложения новых домов в настоящее время достигает рекордно высокого уровня, как ты видишь вот здесь. При этом настроение людей покупать, наоборот, на рекордно низком уровне. То есть спрос падает. Это означает, что 18% ВВП США сейчас находится под угрозой. Это потенциально потеря огромного объема ВВП и огромного количества производительности, если произойдет рецессия рынка недвижимости и жилья в США. Итак, давай подведем итоги. Жилищный сектор определенно пострадал в Китае и, похоже, он резко замедляется и в США. Жилье отстает от фондового рынка и других активов. На самом деле кажется, что пузырь недвижимости и его раздувание подходят к концу. И крах недвижимости, скорее всего, будет последней коррекцией на рынках перед очередным булраном. Однако, насколько глубоко эта коррекция может серьезно повлиять на богатство людей, их процветание и желание инвестировать в рискованные активы. Конечно, когда американцы перестанут тратить, это станет огромным походом вниз в производительности мировой экономики. Недвижимость нельзя игнорировать, ведь это бегемот всех рынков активов. Любой макроэкономический спад на этом рынке, безусловно, приведет к серьезным последствиям для любых рискованных рынков активов. Однако, положительная сторона заключается в том, что акции и криптовалюта могут достичь своего дна задолго до того, как недвижимость достигнет своего. Поэтому продажа недвижимости и покупка за место нее криптовалюты вполне вероятны. Возможно, после краха недвижимости наступит время, когда криптовалюта будет сильно-сильно стрелять. Надеюсь, эта информация была тебе интересной и полезной. Если это так, почему бы не поставить лайк? Это очень поможет. Спасибо. Меня зовут Богатейщий Ди. Увидимся в новых видео. До скорого. Спасибо. Спасибо.